Вера Игнатина Мухина Вера Игнатина Мухина Вера Игнатина Мухина Мы знаем с вами совсем немного. Давайте вспомним, какие работы мы знаем. Фильм общественного. Да, это символ Советской страны. Мы знаем, когда приходим в консерваторию, памятник Чайковскому. Мы знаем с вами памятник Горькому, у Белорусского вокзала. У МГУ несколько памятников, отражающих символы науки, знаний. В общем, совсем немного. И вот такая большая, талантливая женщина, Вера Мухина. Да, но мы начнем с самого начала. Она родилась в Риге, в купеческой семье. Семья очень богатой. Им принадлежала половина Риги. То есть это доходные дома, заводы, склады. Они занимались алюминием, миллионщики. Но в год она потеряла мать, в 14 лет отца. Ее воспитанием занимались опекуны. Здоровье, проблемы с туберкулезом вынудили долгое время жить в Феодосии. И они жили там много лет, вернее, детство. А потом переехали в Курск. Но Вера и ее сестра, они были очень красивыми девочками, очень светскими, любили балы. И они часто приезжали в Москву, покупали, конечно. Они ведь были видны, невесты. Ему нужно было выходить в свет. Они следили за модой. А потом вдруг случилось несчастье. На Рождество поехали в Смоленскую губернию кататься на санках. И, катаясь на санках, она врезалась в дерево. И ей изуродовало лицо. Оторвало, собственно, нос. И местный лекарь, ну, сшил, не было пластических хирургов. Грубо сшил, и нужно было забыть о цветской жизни, о красивом муже. И тогда ее мысли повернулись к творчеству. Еще раньше она занималась у Иоанна рисованием. А здесь получилось так, что ей нужно было ехать в Париж. Раньше ее в Париж не отпускали, опекуны. А тут, там хорошие хирурги, там ей поправят лицо. Она поехала в Париж и попала в мастерскую Бурделя. Это ученик Родена, один из самых известных в то время скульпторов. И вот она нашла своего мастера и стала, заинтересовалась скульптурой. А ведь женщин и скульпторов, их очень мало. Вот кого мы, в общем-то, не знаем. Голубкина, наверное, да, вот такого уровня. Это, как правило, трагические фигуры, потому что, ну, это очень мужская профессия. И, в общем-то, смерть у Мухины от этой мужской работы, грудная жаба. Скульпторы болели часто и страдали от этого. И вот, наступает 14-й год, она возвращается в Россию, война. Она окончивает курсы медицинских сестер и работает в госпитале. И здесь она встречает свою судьбу, своего будущего мужа Алексея Замкова. Он старший, он хирург, и это любовь. Ее близкие, конечно, против этого неравного брака. Ну, какой-то крестьянский сын из-под клина, такой громоздкий, большой. Ну, как? А она, в общем-то, после операций, она стала красавицей. Опять, удачно много операций было. Она снималась обычно в профиль, чтобы как бы спрятать эти следы операций. Это она с сестрой. Красивая женщина, да. Но наступает 18-й год, и, в общем-то, все определилось. Вся родня уехала за границу. А Вера, вот этот вопрос задавали многие, почему она не уехала? Может быть, и из залии Сельцамкова. Она осталась в России. Жили очень бедно. Она стала участвовать в плане пропаганды монументальной скульптуры. Это план, который разработал Ленин. Где-то 100 памятников по Москве должны были поставить. И она стала разрабатывать статую Новикова. Но в доме был страшный холод. Она из глины лепила и разорвала эту скульптуру. А Замков ездил к себе в Клин, лечил там людей. И ему давали продукты, кто что мог. И вот этим они питались. И, конечно, Мухина не сразу пришла к такой известной работе. Вот это, наверное, будет интересно Дамаре Алексеевне. Мы проходили. Да, она подружилась с Ламановой. И вот они участвовали в Парижской выставке 1925 года. Из подручных материалов, из полотенец, из платков. Они создали такую коллекцию платьев, невероятную просто, которая произвела фурор в Париже. Получила гран-при и планировали такой массовый выпуск вот этих изделий. Там были шляпки, там были бусы из хлеба, из мякиша хлеба, который они раскрашивали. Из гороха они украшали шляпки как жемчуг. То есть, ну, 25-й год – голодное время, и им удавалось. И вот это сотрудничество с Ламановой, оно на многие годы продолжалось и было плодотворным. Но здесь только одна страничка из альбома мод того времени. И даже сейчас вот эти модели, они очень современные, они очень органично сидят на фигуре. Но она начинает работать и ко скульптура. Вот это знаменитая скульптура крестьянки, выполненная в 1925 году. Ее жутко критиковали за эту работу, потому что, во-первых, это крестьянка не колхозница. Мы видим, да, это крестьянка до революции. Здесь нет вот той рафинированной красоты, которую ждут от женщины, может быть. И кроме того, вот с ногами. Таких ног не бывает, говорили критики. И в то же время эта скульптура производит какое-то невероятное впечатление. Вот эта вот женщина, которая стоит твердо на земле, это символ такой вот... Это оценили только в Венеции в 1934 году, когда эту работу повезли на выставку. И она стала гвоздем программы советского павильона. И ее купили. А сколько стоит эта работа, спрашивали покупатели. А страховая стоимость была тысяча рублей. Тысяча рублей золотом. Потом эту работу перекупил Ватикан. И она сейчас находится в Ватикане. А в Ватикане собираются совершенно невероятные по качеству, по художественному значению работы. Ну, а Мухиной тоже заплатили тысячу рублей. Но это не стоило тех расходов за формовку материала. И то, что ей пришлось потратить чисто на изготовление этой работы. Но сделали вторую копию. И если раньше в Третьяковке она стояла в запасниках, ей как-то стыдились даже, то теперь мы уже можем увидеть в залах Третьяковки как гордость. И это вот одна из первых работ Веры Мухиной. Работа очень зрелая, очень мощная и глубокая по такому... Позразительности. Позразительности, да. Ну и надо перейти, конечно, вот к самой известной скульптуре, которая, в общем-то, определила судьбу Мухиной. А получилось все как. Иофан в 30-е годы был самым влиятельным архитектором того времени. Это дом на набережной, это строительство Дома Советов на месте Храма Христа Спасителя. И мы знаем, что на месте Дома Советов наверху должна стоять 400-метровая скульптура Сталина. и никто не мог сказать, что половина фигуры будет за облаками. Иофан сразу вспомнил про Мухину. И он предложил на Парижскую выставку 1937 года создать вот такую скульптуру, завершающую павильон. А времени оставалось полгода. Мухина три месяца сидела на даче и разработала варианты. Иофан их оценил, и началась работа на заводе. Впервые использовался новый материал, металл, которым никто никогда не работал. А на заводе сказали, ну что же, да, за 10 дней вы сделаете нам фигуру, а мы будем потом... За 10 дней Мухина обомлела. Сначала стукнула кулаком, потом заплакала. Но это же нереально. 10 дней две фигуры сделать. Оставалось полгода до выставки. Сроки невероятно сжатые. Но главный инженер был умный, он сказал, вы сделаете уменьшенную копию, а мы потом увеличим. И вот началась эта работа совершенно каторжная. Мухина жила на этом заводе. Днем и ночью отливали. И вот эти делали из дерева фрагменты. Их потом металлом выковывали. Потом нужно внутренние конструкции было сделать. И кричали, где там задняя часть мужчины, где там вот это. Директор завода, понимая, что не справляется, написал донос на Мухину. Он сказал, что Мухина тормозит работу, что у нее в складках платья зашифрован портрет Троцкого. А это было самое страшное обвинение. Приехали многочисленные комиссии. Стали выглядывать в расшилов под всеми углами, под светами искали. Но не нашли. И потом у них не было выхода. Нужно было скоро открывать выставку. И вот, наконец, вот эта работа совершенно, которую мы сейчас не можем представить себе, была выполнена. Приехал Сталин ночью. Полчаса он стоял один. Никому не сказал ни слова. Потом сел в машину и уехал. Потом была резолюция. Принято без изменений. Молодец. Пацаны трезвые нашли. После этого эту скульптуру разрезали. Поместили в двадцать восемь вагонов. На платформе. А какое величина это было? А вот тут есть размеры. Видите, двадцать четыре с половиной. Это десятиэтажный дом. А с постаментом тридцать четыре с половиной метра. А вес сто восемьдесят пять тонн. И вот двадцать восемь платформ и вагонов разместили туда. В этом же составе ехала Мухина с мужем и ребенком. Когда приехали к Польше, поезд остановился, потому что там тоннели не позволяли пройти. Попройти, да. И скульптуру еще раз порезали на еще более мелкие части. И вот когда приехали в Париж, началась гонка. Нужно было собрать вот эти все части. Причем здесь уже не было завода того, где это создавалось. Это была территория. Напротив строился павильон Германии. Тридцать седьмой год. И шпионаж, потому что Германия должна быть выше павильон. Все же скрывали истинные размеры. Потом оказалось, что наши леса кто-то подпилил. Представляете, в каких условиях все. И когда немцы увидели вот эту вот возвышающую скульптуру, они поняли, что это бомба. Сюда. Вот. И они тогда… Это бомба? Нет. Они у себя… Вот. Вот видите. А напротив, напротив вот слева, они разместили орла. Но орел, конечно, очень убого смотрится. Вот. И хотя на десять метров наш павильон был ниже, но это был фурор. Ни одна газета не пропустила. Имя Мухиной стало известно всем. И действительно впечатление это было удивительное. И, конечно, французы не хотели расставаться с этой скульптурой. Они просили продать ее, чтобы… И вы представляете, вот если бы Эйфелева башня, наша скульптура была бы там. Вот. Но советские власти сказали, да, ну, возим. Спасибо. Да. И опять бесцеремонно ее вот так вот все разрезали и повезли к себе. А потом что, спаивали, да, части? Спаивали. Но там… Главное – это крепеж внутри. А, да. Да, да. Основа. Основа внутри. И вот этот шарф… Выступали против… Вот это развивающий шарф. Да. Ворошилов там… Ну, не нужен шарф этот. Ну, что? Ну, это же две фигуры. Зачем этот шарф? Вот. И Мухина всем объясняла, что это… Это движение. Да. Иначе движение было бы… Это было бы статично. Вот. Просто две фигуры. А шарф… Хотя это очень сложно было в изготовлении, в определении… Вот. Но мнение Мухины победило и шарф был нужен. И вот, разрезав, его привезли опять в Россию. Это было уже без Мухины. А Мухины… Мухина в это время поехала в Риву. Дело в том, что заканчивался срок наследства. И вот 10 миллионов долларов – это там те долларов ещё, которые на их семью оставались. Вот. Какие-то деньги. И советское правительство запрещало ей. Она сказала, чтобы она закрыла эту тему, отказалась от наследства. Но ради мужа, мы об этом ещё будем говорить, она часть денег взяла. Она приобрела для мужа электронный микроскоп. В то время это была такая ценность, что вот даже крупнейшие лаборатории не имели вот такой современной техники. А кто он был? Мы поговорим, потому что он заслуживает отдельного разговора. И вот этот фурор. И вот возвращение в страну. И её даже не спросили. Она хотела, чтобы памятник разместили либо на смотровой площадке Ленинских гор, либо вот где сейчас Пётр I Царители, вот на Стрелке. Там бы это, конечно, воспринималось иначе. У неё никто не спрашивал её мнение. Разместили на низком постаменте перед ВДНХ. И, конечно, зажатый автодорогой и зданиями выставки потерял очень много этот монумент. Это было её более многие годы и её детей тоже. Но она ничего не могла сделать. И мы уже привыкли к тому, что стоит памятник. И мы к нему ведь никогда и не подходили близко. Вот издалека смотрим. И вот этого полёта, вот этой гордости. На расстояние она рассчитывала. Вот этот памятник можно сравнить со статой свободы, да? Но ведь он насколько богаче в художественном плане, да? Это несравнимо. А больше других таких образцов и трудно назвать. Ну а трудности с памятником вы знаете, да? Пошли перестроечные годы. И оказалось, что памятник не может находиться на этом месте. Он весь прогнил. Прогнили все крепёжные материалы. И его закинули сеткой. А я не чувствую. Сеткой. И он был просто опасен. В конце концов его разобрали. Разложили в ангары. Многие детали были утеряны. Дочь, внучка уже Мухиной много писала. Она была искусствовед, художник. И кажется, что безнадёжно нельзя было снова восстановить этот памятник. Но каким-то чудом к 120-летию скульптора памятник восстановили. И восстановили удачно на более высоком постаменте. Внизу музей. А Мухина она всегда была практична. Она была не против использовать постамент как для каких-то других целей. И сейчас мы можем радоваться и видеть этот памятник. Да, да. После войны она занимается вюстами героев войны. И вот три «Сталинское время» она получила как раз за вот эти вюсты. Она сделала необыкновенно выразительный памятник жертвам войны. Но потом сама же и разбила, потому что это была страшная картина. «Сталинское время» Вот некоторые портреты. Они очень суровые, они очень простые и очень грозные. А это скульптуры установлены у здания МГУ. Но здесь претензий, в общем-то, никаких не было никогда. Это было в такой классической манере. Вот один из фасадов оформил такой скульптурой. В Лужниках земля и вода, иначе называют море. В Волгограде скульптура Веры Мухиной «Мир». Миру посвящена еще одна композиция «Требуем мира». Ну, у нее тоже судьба невеселая, потому что планировалось, что эта скульптура из шести фигур будет путешествовать по всему миру и напоминать людям. А это война в Корее, чтобы люди помнили об опасностях войны. Но путешествовала она всего один раз. Ее установили опять-таки на ВДНХ. Потом три фигуры были потеряны. Потом их свезли в музеон. И вот, к счастью, недавно восстановили все шесть фигур. Вот эта вот птица летящая. Ведь это очень непросто было и технически придумать, и осуществить. И сейчас, когда мы пойдем в музеон, в восстановленном виде мы эту композицию можем увидеть. Много лет работала Мухина над памятником Чайковскому. Она планировала, конечно, Чайковский стоит и дирижирует целым оркестром. Ну, конечно, это было осуществить невозможно было средствами архитектуры. Потом был вариант, что Чайковский прислушивается, а пастушок играет на свирели. Ну, тут всякие домыслы пошли. Пастушок. От пастушка тоже пришлось отказаться. И Мухина так и не увидела, как был установлен этот памятник уже после ее смерти. Но он очень удачно вписался. Да. И вот эти ноты, и вот этот образ такой поэтический. Мы думаем, что Мухин вот такая воевая и сильная, и вот эта рабочая и колхозница. И вот такой вот тонкий, изящный Чайковский. И последняя работа, которую она сумела поставить, это памятник Горькому. Горькому у Белорусского вокзала. Эту работу начал Шадр, но его не стало. И Мухина отказалась от его идеи, стала восстанавливать свой образ Горького. Она встречалась с Горьким. Вот если я пролесну. Она сделана отгробной памятник Пешкову, сыну от первой жены Горького. Пешков умер при странных обстоятельствах. Но здесь много версий, не знаю, будем ли мы говорить подробно об этом. Мы потом отмечали 1 мая. И его напоили, и он заснул. Май холодный, это был в горках. И он простудился и умер. И вину всю на Крючкова, секретаря Горького. А это было все сознательно сделано. Крючкова в этот день отослали специально. Напоили Пешкова. И когда Крючков вернулся, он первым делом стал искать сына. Для него он по-отечески относился и очень оберегал его, зная, что у него много врагов. И он нашел его спящим. Сколько ему было? А? Ну, 35, наверное. Это был вот, вы знаете, в советское время такой избалованный ребенок. У него было все. Для него советская власть, ну, как бы не существовала. Он был очень беззащитен, очень добр. И, ну, у него там нужно ему машину там лучшую. Вот эта машина нужна. И его, конечно, пасли. Конечно, его использовали. И, ну, здесь можно много рассказывать, да. И Мухина поняла состояние Горького. А Горький был необыкновенно подавлен. Он понимал, что это был сигнал к тому, что вот сейчас возьмутся и за Горького. И он согласился. И памятник действительно очень выразительный. И вот эта фигура, она как бы в камень, как бы уходит в этот камень. Очень такая трагическая, выразительная. И поэтому... Как будто она как бы соединила. Да, да. И он... И в то же время вот это наклоненное лицо, трагическое, он как бы все понимает, да. Он просто даже не может все это видеть. Он наклонил голову. Здесь очень многозначно. И вообще вот памятники на могилах, это очень мемориальное искусство. Оно очень сложное. Потому что здесь не может фальши быть никакой. А вот это она создала памятник Леониду Собинову. Она считала это лучшим памятником своим. Дело в том, что Собинов был даже родственником Мухиных по какой-то линии. И вот этот белый лебедь... Новый девичий план еще, да? Да, да. А вот когда не стало горького, опять в сроки нужно было к 15-летию смерти. И тогда вот пристами отмечали даты годовщины смерти людей. К 15-летию смерти создать этот памятник. И постоянные придирки. Если там Троцкий, здесь говорили, что он слишком старый, но он слишком мрачный. Ну, и представить скульптуру надо было как-то обходить эти вещи. И мы же с вами понимаем, что вот когда создают памятник, он на одной высоте. Когда он поднимается на постамент, там меняются пропорции, там же перспектива. И вот если вылепить нормальные пропорции, то на возвышении голова будет казаться маленькой. Поэтому нужно увеличивать, это все нужно рассчитать. И больная Мухина по 30 раз в день поднималась и опускалась по лестнице, чтобы что-то изменить. Но скульптура была установлена у Белорусского вокзала. Но это была последней каплей. Вскоре Мухина умирает. И она написала завещание, где было несколько пунктов. Один из пунктов, что уберите руководителей культуры, которые мешают работать. Установите, наконец, памятник Чайковскому там, где. И дом, где, ну, ей выделили как мастерскую, оставьте моим близким, моим родственникам. Ну, вот эти пункты были, кроме первого, в общем-то, все выполнены, конечно. И вот она создала еще один молодого, горького, у Института мировой литературы в Москве. Мы проходим, это поварская, да? Видите? И вот она создавала любимых своих людей, сына и мужа. Вот, да, мы говорили, он такой крупный, такой какой-то, может быть, даже неловкий, но у него была такая нежная душа. Он позировал ей для многих ее работ. И вот балерина Семенова. То есть это те люди, которых она любила, уважала и ценила. Партизанка, ее приняли, да, с большим интересом. Она создала это в 42-м году после смерти мужа. И вот, видите, она внешне производила впечатление очень сильной, властной, суровой женщины, да. Но есть фотографии домашние, вот с близкими. Это совершенно другая женщина. Вот посмотрите, вот здесь не нужно слов, как они относятся друг к другу. Какая вот освещенная любовью Вера Игнатьевна. И какой вот внешне суровый муж, какая тонкая нежная душа у него. Вот они только для своих открывались так. И вот можно смотреть долго на вот эту вот счастливую женщину, да. И действительно это было счастье. И дело в том, что Алексей Замков, ведь они познакомились, когда он был уже известным хирургом. А потом в немецком журнале он прочитал сообщение, что в моче беременных женщин находятся очень ценные вещества, которые помогают лечить. И он занялся этим вопросом. Он выделил вещество, гравидан, которое было просто фантастически приносило. Это не только омоложение, это не только, ну, словами вот современными, биагра. Это лечение от многих болезней. И к нему потянулись толпы людей. И вот мы с вами читали Булгакова, да, профессора Преображенский. Вот какие-то черты Булгаков, безусловно, был знаком с Замковым. И вот какие-то черты взял у Замкова для своего персонажа Преображенского. И действительно старые большевики были пациентами Замкова. Все было как бы очень успешно, все было хорошо. А потом один из пациентов сказал, что вам надо эмигрировать. И они почему-то послушались. А он был провокатором. И они сели в поезд. Это был 1130 год. Их потом сняли с поезда и отправили в ссылку. И Мухина тоже отправилась вместе с ним. Но дело в том, что в нем нуждались старые большевики и власти. И Горький, говорят, больше всего помог вернуть из ссылки Замкова. И работа была продолжена. Была создана лаборатория, целый институт. И вот я это не очень проверял, что станция Абрамцева была создана как раз для Замкова. Потому что у них была дача в Абрамцеве. И вот эти лаборатории были там. И вот эти толпы людей требовали более удобный подъезд. И вот была открыта станция Абрамцева. И вот очень пригодился этот электронный микроскоп. Но наступает 1938 год. И Замкова обвиняют в том, что он хочет продать секреты на Запад. Ну, много нашли обвинений. Закрывают лабораторию. Громят оборудование. Этот микроскоп бросают со второго этажа. Вот. Я вспоминаю, как выбрасывают рояль Рахманинова из Ивановки. Тоже со второго этажа. Вот почему вот такая страсть к разрушению. И Замкову запрещают заниматься и научной деятельностью, и лечебной. Конечно, это отражается на его здоровье. Этот сильный человек начинает болеть. И в 1942 году он умирает. Для Мухины это удар, от которого она не оправдалась. Вот. Она читает его дневники. Они настолько искренни, они настолько полны боли. О том, как трудно ему приходится пробивать вот свои находки. Но она сжигает это. Потому что это очень опасно. Он боялся сын. И она пытается работой заглушить вот эту боль потери. Сыне. Ведь она входит в Президиум Академии Художеств. Она занимается общественной работой. Вот эти встречи, совещания, статьи. Она очень много отдает общественной работе. Вот этой пустой, в общем, не творческой работе. Но она считает, что это нужно. И вот нужно сказать о сыне, который у них родился. Это была радость. Это портрет Нестерова в работе. Она пыталась создать памятник после гибели Чкалова. 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 Да. Но в четыре года у него случилось… Он упал в канаву с насыпи. Повредил ногу. И начался костный туберкулез. Врачи отказались уже как-то его спасать. И тогда он пошел на крайние меры. Он решил сам оперировать. И у себя дома, на кухонном столе. Он проводит эту операцию. Ему ассистирует Вера Мухина. Она же была медсестрой. И, конечно, можно только представить состояние родителей, которые… Там нет никаких условий. Да. Но операция прошла успешно. И выздоровел. И… Ну, мы еще о нем поговорим. Да. Это было для матери, конечно, большой опорой. Похоронена она была рядом с мужем на Новодевичьем кладбище. Музей Веры Мухиной есть в Риге, где она родилась. Есть в Феодосии. Есть даже в Риме небольшой музей. Вот. А в Москве музея и нету. Вот несколько фотографий музея Мухиной Феодосии. Может быть, кто-то был. Вот мемориальная доска. Видите, с 92-го по 904-й год она жила в этом доме. Ну, и вот такая вот купеческая довольно… Конечно, это все условно выполнено, потому что не осталось ничего. Вот. После войны Мухина занималась еще стеклом много. Она была главным художником стекольного завода в Петербурге. Ну, и вот легенда о том, что она изобрела этот граненый стакан. Ну, и всякие анекдоты, что они Смолевича выпивали. И вот это… Разработали этот стакан. Ну, это все, конечно, не так. Так, если мы вспомним картину Петрова Водкина, по-моему, 10-го года на Тюрмур. Помните, там чай? Вот там такой же граненый стакан в 10-м году все-таки был. И никаких подтверждений, что это Мухина, нет. Это легенда. Но чему есть подтверждение – это пивная кружка. Вот пивная кружка, которая… Пузатинка, которая вот была во всех пивнушках того времени, да. Это, да, разработка Мухиной, потому что в архиве есть ее рисунки, ее варианты. Она использовала варианты немецких кружек. И этот вопрос исследовала. Но известны ее вазы знаменитые. Вот видите, вот эта суровая женщина, она вот стремилась к этой вот хрупкой, тонкой. И в то же время она думала, наверное, вот о хрупкости жизни. Она, потеряв вот своего мужа, она понимала, что вот сегодня есть близкий человек, а завтра нет. И вот это стекло тоже такое красивое, такое вроде бы крепкое. И в один миг оно может. И она даже делала скульптуры из стекла, повторяя где-то вот свои прежние скульптуры из бронзы. Здесь они приобретали вот эту вот тоже вот хрупкость и какую-то особую нежность. Это в Феодосии тоже одна из комнат как бы показывает мастерскую, но достаточно условно. Здесь просто направление, да, ее работы. И работы над театральными костюмами, и бюсты, и керамические работы, и предметы быта. А вот Всеволод Замков, который вырос у большого ученого. И тут одну историю о нем можно рассказывать. Когда он болел, ведь он не мог уходить в школу, его как-то нужно было развлекать. И вот Лагин, писатель, друг семьи, приходил к нему и рассказывал ему историю про Вольку. И истории было много. И потом он написал книгу, которую мы все читали, мы все знаем, Алеша Костыльков в 1937 году. Это старик Атапыч. И вот первым слушателем этих историй был как раз Всеволод Замков, сын Веры Мухина. Вот в 1923 году. А он очень на нее похож, да? Матроски такой вот. Вот здесь он с ножкой. Как раз он в 1920 году родился, и вот ему четыре года. И вот он. И она настоящая мать, да? Вот она его как бы вот. Это же вот не построенное. Это просто вот снятая минута, не постановочный кадр, да? А это же картина. Да. Вот потом вот этот фильм. Я не знаю, как он сам относился к этой истории. Да. И застала, в 1953 год, это год смерти Мухиной, застала внучку. Вот она сидит. Возникает вопрос. Ведь Вера Мухина, лауреат пятистанинских премий, никогда не лепила правителей советских. Ну так не могло быть. Первая скульптор страны. Вот. Ей намекали постоянно вороши, вот ей грозили. Сталин хочет, чтобы это был его портрет. Ну, что делала Мухина? Она написала Сталину, да, конечно бы, я хотела бы работать. Но мой принцип художественный, я всегда работаю с натурой. Очень классно. Вот. Пожалуйста. Давайте. Сталин вынужден ответить. Ну, сейчас я очень занят, придет время. А мы знаем, что Сталин никогда никому не позировал. Потому что все бы увидели, какой он маленький, криворухий, с оспой. Да. Только фотографии сильно отретушированные появлялись в газетах. Мухина, наверное, как у меня женщина это все оценила. И Сталина не стало в марте 53-го года, а осенью стала Вера Мухиной. А вот он ученый. Он жил в Ленинграде. Сын. 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 А вот Марфа Всеволодовна внучка. По датам она жива. она живет как раз в доме в мастерской вот у нее она искусствовед художник она активно выступала когда вот разобрали главную скульптуру а вот это уже про да он родился 69 году он преподает дизайнер шрифты преподает в цуриковском институте и алексей веселовский да сейчас сейчас в основном он дает интервью и вот наверно по телевизору юбилейные даты мы его опять увидим он такой очень оптимистичный да да алексей веселовский и вот ему задают вопросы что вашем доме напоминает о знаменитой прабабушки дом как она вселилась до 47 году прожила там 6 доме многое вещей посуда сохранила сдача которую прабабушка построила перед войной в тридцать пятом году вот она здесь создавала три месяца эскизы монументу рабочая колхозница мебель лаконичная простая и особая аура я даже не мог найти внутри фотографии внутри дачи потому что частная собственность вот алексей живет там вот здесь вот за памятником мастерская вот мы сейчас увидим вот мастерская она поделена на две части 1 1 москва москва это причастинский переулок вот и желаем на часть а другая часть мастерская и и алексей не живет в основном вот здесь он живет пользуется дачей а здесь его мать марфа все луна а мастерскую отдали сейчас реставратором там реставрационная мастерская и конечно мухина хотела чтобы это было бы хотя она была против музея она не хотела своего музея но дом хорошего состояния да и вот но если бы здесь был музей вот мемориальная доска вот такое впечатление что дом нежилой видите закрытые говноблуха лесные ворота а то что на дачу единственное что мне удалось найти картина частная собственность они видимо не позволяют фотографировать ну вот так мы поговорили и конечно вот у меня тоже было восприятие до такой суровый властной сильной женщины олицетворяющую советскую власть и вот эти ее монументы да а в то же время вот и совсем не обласканная она была и властью и жизнью властью и ее монументы и вот и Самое близкое — это близкие.